Добрый вечер, друзья! Спасибо большое за то, что пришли. Проект «Культурная инициатива», продолжая свою литературную программу, идет сезон 2011-2012. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию сразу две книги одного издательства. Издательство называется «Айлрус», и оно существует в Нью-Йорке. Ну, может быть, об этом подробнее тоже расскажем. От книги мы предлагаем вашему вниманию следующие. Первая – это книга стихов Анастасии Зеленовой, и она называется «Титрать стихов жительницы». Правильно? Вот, она так выглядит. А вторая книжка, у нее есть даже подзаголовок. Это книга «Сказы и истории». Замечательная, на мой взгляд, название. «Уши от Лёрта Ландрюши». Давайте авторов с выходом этих книжек поздравим. А я с удовольствием передаю микрофон как раз человеку, который непосредственно имеет отношение к этому издательству. Поэту Елене Сунцовой, которая будет вести вечер. Давайте я тоже поприветствую. Спасибо, Юра. Мое вступление будет довольно кратким. Издательство «Айурос», что в переводе с греческого означает «код», было создано в июле этого года в Нью-Йорке. В данный момент издано три книги, две книги стихов и третья книга прозы, и в данный момент готовятся к выходу еще четыре книги, как стихов, так и прозы. И Анастасия Зеленова, которую читает у нас сейчас, первая книга «Тетрадь стихов жительницы». Это первая книга Анастасии. Книга состоит из двух частей. Первая часть называется «Мягкий ребус», вторая часть называется «Милое ничто». Настя, я прошу прощения, вот я только что хотела сказать, как мы обсуждали название, вот оговорка, да, вторая часть называется «Неточки незваные». И «Мягкий ребус» и «Неточки незваные» — это цитаты из «Настинных стихов». И когда мы обсуждали с Настей состав книги, то я, значит, как составитель, да, предложила Насте некоторую вот подборку, рукопись, да, и Настя, при этом я, признаюсь честно, мне казалось, что я организую стихи исключительно по формальному признаку, но когда Настя будет читать, это будет понятно, каким образом. А Настя очень глубоко и точно определила то, что я делаю на самом деле, вот, это то, что в первой части стихи — это мир, а второй мир — это его жители. Название книги «Тетрадь стихов жительницы» — это вот, как видно по обложке, по дизайну книги, это детская тетрадка, это настоящая тетрадь, которая, то есть вот здесь написано «Тетрадь стихов», да, вот, советская, и было слово «ученик», такие вот, «для ученик класса школы». Вот эти вот известные, памятные людям, выросшие в СССР, эти замечательные недослова, и вот слово «ученик», где нужно было написать «ученицы», Настя зачеркнула. Настя, сколько тебе было лет? Лет 12, да, или меньше? Меньше. Меньше? А, во втором классе, да, то есть, выдающего втором классе, вот Настя написала уверенно, то есть, для чего тетрадь? Для стихов. Ученица Настя зачеркнула и написала «жительница». Вот, значит, я здесь, так вот, поработала таким вот строгим, строгой учительницей с указкой, с плеткой, замострованной под лазерную указку, вот, и подчеркнула, значит, двумя жирными чертами, ну и дальше идет Зеленова и Анастасия, и там прочее. Ну и наоборот, у нас правило «Октября». То есть, это совершенно реальная тетрадная обложка. Итак, Анастасия Зеленова. Так, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Вот так. Тогда я начну сразу читать. Значит, первая часть называется «Мягкий ребус». Меж волос и абрикос делает укус, несмертельную прививку, тоненький надрез. Я на треть уже такая, Где не натереть, Сходит кожица сухая, Обнажает твердь. Под ракитовым кусточком, Над крушовую водицей, Скачет ласточка синица, Ищет милое ничто. Клюве я лежу ничком. По синему, По синему, Самому синему, Голому, По голубому, Глубокому, Богкому небу, Ходимые, Мы, Чащие, Присмыко питающие, Можжевелого палые, И, Светающие. Мир почти не смешной, Глубиной, Костяной, Неиной, Адресованные кем-то не мной, Все тому же кому-то себе. Потому из нас я, Долгий, Людный, Пустой коридор. Потому из нас мы, Бесконечная очередь нас, Без окон и дверей, Только кожа и, Боже мой, Дух. И вдруг мы за друга держались, Пока не упали туда. И звезды нам и поражались, Такая, какая судьба. Плывет пеленальный и русский корабль Во все паруса. Тебе, Яков Семенович Друзкин, Щеку подставляет слеза. Из кустов пустовский с ружьем, Камуфляж паутина на нем. Он следит за собой из кустов, Притвориться собою готов. Если будет собою замечен, Притвориться собою беспечной. Хитрый этот маневр удачен, Пустовский собою охвачен. В шапке на распашку, В шубе на бекрень, Проскакал по городу олень. Только заяц-рысак Обогнать его мог И раскинуться шкурой у ног. Одно из редких стихотворений с названием «Небесные железяки». Пролетала жердь из цветного металла, Спешила на аэродром сдаваться металлолом. А рядом с нею летело Из турчернета тело Своей непонятной конструкцией, Нарушающей все инструкции. Господа, задирайте головы, С неба валится олова. О, время мангала татар, Папиросное лето, Фонтан на манер кита, По реке ракета. О, вечер на крыше, Провжавленной кошкиной мочью, Летные мыши, Чай с недопитой ночью. О, небо бомжей, Распластавших себя под небом, Топыт ежей И что-то еще. Не помню. Отпускай. Однажды это проснется каждого. Хиночь, Черная, белая, Немая, Вроде бы подыхабль, Ага, умирал каротенек. И между ними прочерк, Почерком незнаком им, Ледяной, Как дирижабль английский. Листья сутулирса, Я лишь сотая часть осени. Стиснув реками виски, Староярморочно дремлют Камни, купола и кремли, Невысоки и низки. И по берегам моста Недостроенные реки. Всюду куйма человека, Только я в людьми пуста. Перевези через Майдан, Извощик трогательный мой. Мой кухня, Желтый чемодан С четырехугольной кожаной спиной. За разговорами за жизнь, После шести убрать ножи И увеличивать нажим, Закручивая хлебкий кран. А ты меня перевези, Ведь ты перевезуч Из этих гибельных низин За край окрестных туч. Место, где они жили, География не подлежала. Она называла Житомир. Он — смерть, Где твоё жало. А крест, Сколько ни вороши, Никто никогда не помер. Ничего не было жалко. Ничего не было. Всё им принадлежало. Так мы читаем Лист куста На цыпочке Над ним пристав. Так ежегодный Пелемпсест, Иной, Неополимый текст. И анонимного Песца Здесь выдает Его устав. И с нами Общие места. Ведь мы читаем Лист куста. У собаки Павлова Хорошо жила. Ведь собаке Павлову Было жаль. Но собака Павлов Их чувств Не уважал. Разлучить С собакою Павлову Желал. И однажды Павка Отогнал её. Кончилось Душевное На Руси Житьё. Поезд идёт Не прислоняться К минут. Вчера Былающий Тут. Карманная Варежка Бьёт, Высунув Плань Головы Наружу. И видит Двойницу Боже. И водицу Видит Вдвойне. Как зуб Как больной Качаю себя Рукой Разглядываю Босиком Первое Не имея Обуви на ногах Второе Не надевая Чулок Или носков Сердце Такое Лёгкое Скок Поскок Хрусталик Выигрывает Зрачок На тебе Мой любимый Значок Зубика Нет Вырвали Дурачок Иногда Когда мы Вдвоём Так хорошо Что хочется Попросить Господи Сфотографируй Нас пожалуйста На память С какого языка Слетает Уголёк Как капля Кофе Как вода Расходится Кругами И ты Читаешь Так Вот Ад От топота Копыт Не голова Трещит А печь Тебя Недогоревшего Там Ищет Скочи Скочи Мой брат Скочи Весёлый Гроб Футляр С водой Всплывает Вверх Ногами И лошади С красивыми Ногами Пакетик Фунтик Как бумажку Мнут Стрижи Верещат Кажется Вереск Стрягут В цветочном Выцветшем Саду Сидим Пришёл Садовник Со стремянкой А Полез на яблоню И яблок Б Набрал Проехал Мальчик С дыбя Велик В Фонарь Невидима Горел В конце Аллеи Над домом Д Дымился Дымоход Ежихи С ёжиком Рогатый Жук Олень Перешагал Пропинку Прохожий Близорука Разглядывает Месяц З В дыру Меж трёх Досок Забора И Это, конечно, Надо видеть Вернулся Пёс И тоже Месяц Видит И Вот пьяница Заборик Доломал К Потом К столбу Спокойно Прислонился Пусть Спит И пусть Ему Приснится Место Где В детстве Он Качался На Качелях И Солнце Пробивалось Между Веток Чтобы Потрогать Детское Лицо Фонарь В конце Аллеи Разгорелся И Трогает Недетское Лицо И Мач Тыл В заправдышней Скрипит Антенная Рогу Такая Тише Теми Что Мы Глядим Во все Глаза Ф Ф Нам Виден Леший Молча На Ходулях И Дома Часть Без Крыши И Без Труб С Ч Двуспальная Кровать Шипит Двойными Снами И Домовой Щекотка У Ног Вот Стул С вещами Ер Позерское Трюмо Стул Без вещей Полегче Ей Да Это Зеркало Смеется И Кажет Эх Язык У Зеркала Стою И Вижу Как Старик Откручивает Откручивает Лампу Сейчас Погаснет Я Ну Вот Насквозь Промокли Зайцы Лисы Лоскутных Домиков Теплицы Невидимых Колечки Глаз И Все Что Держим Про Запас Я Вышел Нюхать Сладкий Воздух Удобренный Весны Навозом И мне За пазуху Залезли Щенки Играющие Возле Копель Лакала Вранье Не грела Нижнее Но Выше Кашля Соплей Стоял Во мне Земли Апрель Коль Нужен В небу Собеседник Давай Беседовать Вдвоем И Осеняя С неба Синью В большую Синь Его Войдем Как Хорошо На Синеве Лежать Втроем В его Траве И Слушать Рая Репетицию Для Нас Устроенным Птицами Вокруг Тебя Меня Цветы Вокруг Тебя Тебя Вокруг Цветы Тебя Тебя Вокруг Меня Цветы В тебя Цветы Целуй Меня В меня Цветы Тебя Прекрасно В тесноты Цветы Вся Теснота Цвета Я бы хотела попросить критика Данила Давыдова сказать пару слов о творчестве Анастасии Зеленовой Добрый вечер Я очень поздравляю вам Начну с этой книжки Верну с тем что она так замечательно сделала Вот когда мы видим это оформление Такое Я бы сказал Семиотически наполненное Естественно сразу начинаются мысли о том Собственно что они стихи Зеленовой с темой детского С может быть каким-то С чем-то детским Так вот темы детства здесь собственно нет Здесь есть скорее какие-то Сближения с детским В поэзии Причем с детским в больших кавычках С детским как С языком как дискурсом С детским как Некоторым типом сознания С детским как неким типом Обращения со словами Тут вспоминаются сразу разные вещи С одной стороны Вспоминание философа Друзкина В этом стихотворении Представляется не случайным Поскольку он был человек близкий Абариутскому кругу И Внимание абариутов к Пространству детского Довольно важно И вспоминается и другая история Как Пришли абариуты знакомиться К Алексею Сечу Крученых И Веденский Который в общем был такой центральной Конечно фигурой Поэтической Начал читать ему свои стихи В ответ на что Крученых прочел Стихотворение какого-то Пятилетнего мальчика Соответственно Веденскому И потом Когда они возвращались Веденский скал Хармс Алис Стихи мальчика Который Начал гораздо лучше Это такая общая штука У русских авангардистов Которую Можно вспомнить Того же Крученых Который издал Еще до революции Книжку Поросята Которая была подписана Его фамилией И Именем Некоторой Зины Которой принадлежали Микрорассказы Такие абсолютно Абсурдистские Можно вспомнить Хлебникова Который Писал Матюшину В ответ На предложение Публикации Что вот Меня опечатать Не надо Надо опечатать Малорусиянку Милицу Какую-то Которая Была 14 лет Прислала ее Стихи Это один Такой поворот Который Конечно Возводит Зеленок Некоторой Авангардной Традиции Но Авангард В нынешнюю эпоху Вещь такая Скорее унылая И очень Традиционная То есть Вот такие вещи Которые возникают При зеленовой Спорядически И необязательным Образом То есть Они Могут возникнуть А могут нет Они не заставляют Автора Постоянно за ним Следовать Вроде Таких Нелодизмов Из которых Складываются Соответственно Новые слова Такие слова Кошельки По Льюису Кэролу Такие Кламбурные Сочетания Разных корней Несуществующие В языке Настя Это делает Несколько раз Для нее Это не Прием Центральный Она просто Может так Написать А может так Написать А кто-нибудь Другой Типа Я не знаю Вильямельникова Будет Толдычить И вбивать Гвозди Это метод На протяжении Многих Тилетий Это будет Таким Вещи Вещи Уже Не веселой И не Философичной А хронистической Несколько И во многих Таких вещах Конечно Настя Знобразием Формальным При Кажущейся Небольшом Объеме Тексты В основном Небольшие Знобразием Приемов При этом Очень велико Конечно Преодолевая Любую Инерцию Которые Столь присущи Увы Большинству Неоавангардных Вещей В современном Пространстве Которые Нацелены Именно на Бесконечное Воспроизводство Авангарда А не которые Наследуют Его Традиции В разных Формах И превращают Его Что еще Важно Важно То что Берется Вот этот Самый Тип Детского Сознания Не в смысле Инфантильности Да О чем Мне с вами Приходилось Писать Но в смысле Обращения С объектами Тип детского Сознания Которое Сближает Нас Детей С первобытными Людьми Тип Которым Не различаются День и ночь Сон И я Тип Которым Происходит Нектое Нелогическое По нашему Но на самом деле Очень логичное С точки зрения Ассоциативного Ряда Перескакивание От объекта К объекту От типа Объекта К типу Объекта Это то что Левистрос Свою назвал Байкалажным Мышление Можно назвать Байкалажным Письмом Которое Сталкиваемое И это не Становится Чистым Абсодом Ухраждает Ассоциативный Леоризм Пожалуй Я бы сказал Что если С кем-то Можно Изближать Новую Поэзию Анастасия Зеленова Это с Диной Гатиной Поскольку То же самое Дет Курье Которое Не Становится Тематизируемым А становится Воспроизводимым На уровне Мышления И на уровне Тема Но У Дины Гатиной Все равно За Ребенком Всегда Видна Женщина Нарочита Для Зеленого Искорения Именно Женщина Все таки Некое Существо Некотый Человек Может быть Даже Не человек А просто Вот этот Самый Житель Наблюдатель Созерзатель Интерпретатор Это конечно Совершенно Самостоятельно Спасибо Данила Огромное Спасибо За такой Замечательный По сути Такой Полновесный Критический Обзор Спасибо И Теперь Настя Прочтет Стихи Из второй Части Светни Которая Называется Неточки Незваные Пожалуйста Спасибо Данила Спасибо 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 И незаметно Зеркало Во мне Запотевает Он Дышит И пишет И рисует И Стирает И снова Дышит Это не я Грущу Это снег Хрустит Я у тебя Гощу Как сердце Во мне Гостит И можно Сыграть В ничью Да знаем Кто победит А я Не шучу Не шучу И даже Вот тут Болит Не то что Мне совсем Что-то Не нравится У детства Две доски Через болото Я маленький Мне страшно Стой На месте Мне страшно Страшно Побежим Скорее У детства Нет мне страшной Две дощечки Золотую рыбку Рыбачит А чего плачет Потому что Маленький Мальчик Ну рыбачит Пускай Рыбачит Скажи ему Что это не значит Отпускай Скажи Отпускай Гладь Озеро Горизонт Замер Голые рыбы Режут Мое Отражение Не взираем На голод Лишь Утоляем Жажду Он семенит А она кровит Кто-то его Из нее Выковыривает И от того В ушах Звенит Звонит И выговаривает Почему Такой Нездоровый Лишь Кто так Носит Кто сейчас Это носит Я Она Говорит Ношу Для него Одного Ношу Эта Ноша Меня Не бросит Нежные 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 Сбревают Они лепестки Сладка Ничего Впрочем Не загадывая Наверняка Говорят Это Слишком Яблочный Год Ньютон В больнице У Адама Болит Живот Маковые Росинки Сами Стекают В рот Если Лежать Вот так Облака Сбегают И Обнажают Лоб Говорят Будто Под водой Тоже Кто-то Живет Двое С одним Камнем На шее Ищут Где В рот По пятам Идет Прошка Он Ищет Сашу И не Узнает Маленькая Чужая Кошка Проходит По спящим И Мнет Им Живот И Река Течет А озера Нет Лежит Жив Проходит А смерти Едут Она Ее Насторожит Некому Ком Запустить В спину Спутником Одинокая Баба Идет Ноги По краю Земли Переставляя Как вещи В пустынной Комнате По коридору Идет Пустые Вешалки Перебирает Это Пальто Никиты Его Никто Не наденет Не снимет Она Почти Не пьет Мало Пьет Ждет Икоты Хоть Кто-нибудь До вспомянет И Ничего Не помнит И Всех Вспоминает Все Вспоминает Одиночество Оно Вот Когда Умирает Кот А ты Сидишь И пялишься В монитор Потому Что Все Сделано А ты Не доктор Разве Я врач Коту Своему Ну Скажи Хотя Где Будет Живая Душа Кошачьей Да На заборе Наверное На стене Человечего Плачет Человек Большое Сокровище Раз его Зарывают На кладбище Здесь Здесь Надежное Долгое Лежбище Для Вывалившихся Из Стойбища Всему Каждому Свой Через Смотри Смотри Размай Как Еще Живая Очень Ползет Вперед Вперед Человечего Смотри Продолжение следует...